О самом главном, о женском и не только в программе «На лавочке». Все-таки начинай ночи по технику. Я работаю над собой. Добрый вечер, дорогие друзья. А что касается «Просто привета», дело в том, что каждую неделю программа «На лавочке» начинается, и из уст Алиса выходит, выскакивает, да, Алиса? Да. Просто привет. На самом деле, хочу сказать просто привет всем нашим дорогим, уважаемым, любимым зрителям. И просто привет вам из эфирной студии телеканала «Прибой ТВ». И в эфире, как всегда, в это время по пятницам в 19.00 ожидаемая, любимая программа наших зрителей, программа «На лавочке». Несмотря на то, что, друзья, сейчас место нашего гостя пустует, но буквально через минуту оно будет занято человеком, который практически сейчас находится в очень плотном творческом процессе подготовки ко второму сольному концерту. Грандиозному сольному концерту, которого ждет, наверное, весь Кавказ. В общем, мне кажется, будет сейчас такая, знаешь, короткая пауза, а после мы вернемся в эфир. И интрига, друзья, кто же у нас сегодня в эфире, и буквально мы узнаем через пять минут. Алиса, как у тебя дела, скажи. Все замечательно. Ты всегда застаешь своими вопросами меня врасплох. На самом деле, я вот сегодня уже и в радио в эфире сказала. Дело в том, что мы с тобой видимся раз в неделю, нет, и два раза в неделю мы ведь видимся и по субботам, и поэтому почему бы не спросить, как твои дела? Да, все замечательно. А я повторюсь в тот момент, когда... О самом главном, о женском и не только, в программе «На лавочке». Я как ветер над земной, я как небо над тобою. Накрываю час ночной, слыма и морской волною. Это было про покой, и не знаю, что со мной. Ты во вала, со мной и грёзы. И неведомый лучом, указавший путь в уйдом, я бегу сквозь гром и грёзы. Подари мне ночи на зари, и ничего ты больше не говори. Подари мне сказку о любви, и сердце все сильнее сучит и горит. Подари, подари. Покажи свою любовь, посмотри в мои глаза, ты. От опять и стынет кровь, ты со мною до утра, ты. Я попала под гипноз, и усыпала из рост, наши дни, и наши ночи. Я тобой один живу, и во сне я наяву, я твоя вся из-за ночи. Подари мне ночи на зари, и ничего ты больше не говори. Подари, подари, подари мне сказку о любви, и сердце все сильнее сучит и горит. Подари, подари. 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 Подари мне ночи на зари, и ничего ты больше не говори. Подари мне сказку о любви, и сердце все сильнее свечит и горит. Подари! Подари мне сказку о любви, и сердце все сильнее свечит и горит. Появилась потрясающая, блистательная Анора. Да, ты, кстати, очень хорошо выглядишь, стильная, свеженькая. Рада видеть, рада слышать. Как дела, как настроение? Хочу именно с этих слов, вопросов начать программу. Спасибо огромное, очень тепло всегда вы встречаете, мне безумно приятно. Хочу со всеми поздороваться, всем привет. Даем такую возможность. У меня все нормально, все потихонечку. Как тебе весна? Обычно часто бывает, что творческие люди жалуются либо на осень, либо на весну, что вот какой-то упадок сил, или, может быть, наоборот, прилив. Судя по тому, что ты готовишься к сольному концерту, наверное, все-таки прилив, да? Потому что другого никогда нет, надо же работать. Я не привыкла жаловаться, поэтому я с хорошим настроением к вам пришла, с позитивом, так как вижу, что вы тоже очень такие энергичные. Нет, кстати, мы зарядились Алисой энергией после того, как увидели тебя. Да, на самом деле, нам было немного грустно, мы боялись, что вдруг какие-то транспортные коллапсы задержат тебя в пути, и ты не сможешь. Мы это, как вам сказать, пробки были большие, но мы все вот выкрутились, закрутились, перекрутились и приехали. Как у нас однажды было, садимся в машину, страшная пробка, и говорим водителю, все, взлетаем. Ну, другого года просто не было, да? А втопилот включили и все? Лет 10 назад еще представить, что вот настолько будет город загружен транспортом, было сложно. А что будет еще через 10 лет, кто его знает, да? Я надеюсь, что через 10 мы все пересядем на велосипеды, вот будем кататься на мотороллере. Я просто не могу себе представить велосипеды за 4-5 миллионов, как сейчас ездят у нас машины. Нет, ты можешь себе представить меня или Анору на мотоцикле? А что, вполне? Кстати, я на велике умею ездить, но на мотоцикле надо сестренки, кстати, этот, как это, скутер, да, у нее есть? Анора, представляешь, ты едешь и на свадьбу на мотоцикле, останавливаешься в вечернем платье мотоцикла. Азим, салам алейкум, садись, да? В каждый эфир у него разыгрывается бурная фантазия, мне приходится его спускать с небес на землю. Кстати, у нас есть звоночек, мы не объявляли наш эфирный номер телефона, 91-48-58, но наши постоянные зрители, видимо, знают и вот дозваниваются. Давайте поприветствуем того, кто на линии. Добрый вечер. Добрый вечер, Алиса, салам алейкум, азим. Здравствуйте. Аликум ассалам. Анора, здравствуй. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Артур, я звоню из Бригады. Так, рассказывайте, с чем пожаловали? Я хотел бы сказать, вот, Анора, спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо. То, что вы даете нам радость, счастье. Ваши песни меня, просто я ваш поклонник. Спасибо, мне очень приятно, брат, спасибо огромное. Спасибо большое. Я обязательно приду на ваш концерт и очень с радостью, позитивно послушаю его. Спасибо. Ну, давайте напомним, пользуясь моментом, какого числа у нас состоится. 24 апреля в Доме дружбы, 18.30, если не ошибаюсь. Как называется? 19.00. 19.00. Как называется программа сольная? Ну, конечно, Баркала называется. Баркала. Ну, о том, как родилось это название, я могу предполагать только. Ну, конечно. Расскажешь ты, наверное? Благодаря нашему композитору, музыканту, это Магомед Запернур Магомедович, если вы меня видите, слышите, вам огромное спасибо за песню. Потому что, на самом деле, что не песня, то и хит. Я могу сказать как бы с гордостью то, что я всегда переживала, я думала, как я исполню, не подведу ли свой народ там, свою нацию. Как-никак, многие говорят, что я не из Дагестана, зачем я называю себя Дагестанкой. Я могу сказать с гордостью то, что я и наполовину Дагестанка и Узбегистанка. Вот так можно сказать. Ну, вот в том-то и вопрос, как, да, не быть или не быть, да, быть нашей или не нашей. Наверное, глупо спрашивать, с кем ты себя больше чувствуешь. Я знаю, что тебя постоянно тянет и туда, ты не можешь, не побывав там. Но я уверена, что и Дагестан тоже немалое место в твоем сердце занимает. Я Дагестану в первую очередь очень благодарна за то, что они меня так тепло встретили. Я думаю и надеюсь то, что я заслужу то, как вам сказать, даже объяснить не могу. То доверие. Да, то доверие я хочу как бы и заслужить и надеюсь, что, да, это в первую очередь я постараюсь не подвести, ну, так называемые, братьев, сестер. Поэтому для меня все как бы и братья, и сестры. Поэтому надеюсь все будет идти потихоньку и надеюсь на то, что я не подведу никого. Скажи честно, Анор, а вот когда ты только начинала заниматься творчеством, когда вот выходила на сцену, ну, на что ты рассчитывала? Какие вот были далеко идущие планы или нет? Или вот думала, вот попробуй, получится-получится, нет-нет. Или, ну, вот на что ты надеялась? На что рассчитывала? Честное слово, я в первую очередь благодарна, еще раз повторюсь, Дагестана, потому что я намного изменилась. Я выросла, я повзрослела. Я сейчас смотрю как бы на свои видеоролики и на свой образ. Раньше я думала, что это нормально. Ну, я как бы затрону свой опять-таки имидж, да. Я вот сейчас я вижу, на это смотрю и я говорю, я благодарна Всевышнему, что он мне дал правильный путь хотя бы вот так. Я понимаю, там, многие, может быть, меня не поймут. Это каждого человека выбор. Я как бы затрону тему насчет платка тоже. Мне многие говорили, зачем ты поешь и одновременно носишь платок. Но хотя бы на такой путь я пошла, я очень рада. В том, что и поменяла имидж тоже. Раньше, да, были такие моменты, когда я ходила в брючках, да, это для меня казалось, «О, все, я думала, пробьюсь, все нормально будет». Но я благодарна тем моментам, которые даже, выходя таким образом на сцену, я завоевала доверие, любовь к публике. Поэтому огромное-огромное спасибо моим слушателям, моему народу за то, что они приняли меня. То есть я так понимаю, что теперь ты в платке всегда. Да. Последнее время мы часто встречаемся на концертных площадках, на свадьбах. Я тебя уже без платка, можно сказать, не представляю. Да? Да. Это приятно слышать, спасибо. Ну, ты артистка, ты должна перевоплощаться, ты должна экспериментировать со своим имиджем. Как ты думаешь, придет время, когда ты все-таки поймешь, что вот, ну да, походила в платке, может быть, придет время еще чего-то большего или вообще? На самом деле я не буду говорить «заперед», я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет после, после. Поэтому меня устраивает часто, как я… Положение вещей сейчас. Да, да. То есть ты себя комфортно чувствуешь? В дальнейшем я надеюсь, что будет идти так же. Все будет идти так же, я надеюсь на это. Так я не хочу только заговаривать, да. Могу смело сказать, что сегодня Анора, она самая узнаваемая певица. Одна из. В Кавказе. Одна из. Если вы не льстите, то мне приятно. Нет, это чистая правда. В программе на лавочке всегда звучит, чистая правда, из уст Алисы, из моих уст. Вот. И 24 апреля. Что ждем нового, новой песни, новой хиты? Что происходит на данный момент вообще? Конечно. Почти могу как бы я похвастаться. Иншаллах у меня будет новый второй альбом. Поэтому я могу этим поделиться. У меня будет новый образ, можно так сказать. Первый сольник, я благодарна, кстати, прибою, вы молодцы, вы супер. Я вас очень всех люблю, потому что вы такое шоу организовали, такой концерт делали. Благодаря вашему каналу. Руководству, каналу, видео, холдинг и все. Ну, надеюсь, что второй сольник тоже будет на ура, все пройдет. Надеюсь на это. Что касается образа, ты еще сказала про образ. Будет новый образ, будут новые песни. Это то, что никто никогда не видел. Кардинально новый. Или вот не шокируешь ты, да, людей? Давайте я в интриге все оставлю. А, все хорошо, поняла. Хорошо, понятно. Засекретено. Интрига раскроется 24 апреля в 19.00 в Доме дружбы. Да, 24. Все те, кто собираются, все те, кто хочет попасть на концерту на Иракского 72, можно приобрести билеты в салоне Прибоя. Еще плюс к тому же по телефону 8-928-505-01-01. Далее музыкальная пауза. Ну, у нас очень много вопросов к Аноре относительно концертов и всего остального. Поэтому, друзья, мы сейчас с вами прерваемся на музыкальную паузу, сразу после. И вы можете дозвониться к нам, 91-48-58, если вы поклонники. Пожалуйста, если нет, тоже нам, в принципе, я думаю, Аноре бояться нечего. Она выслушает вашу оценку ее деятельности. А может быть, у вас какой-то вопрос зародился, то будьте с нами. Это программа «На лавочке». О самом главном, о женском и не только в программе «На лавочке». «На лавочке». «На лавочке». «На лавочке» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И вот она нам пояснила, что это, оказывается, не Тите, а Цвети. Цвети-цвети, мы цвели там. А оказалось, что Ли-Ти-Ти поет. Ну, ты рассказала просто, что Ли-Ти-Цвети. Пионерское задание выполнила. Слушай, вот ты говоришь, мы, мы готовимся, у нас там перерыв. Кто это мы? Расскажи. Да, мы это кто? Мы. Мы, твоя команда, кто они есть? Команда, конечно же, я, как бы, моя мама, Ханчик. Ханчик — это продюсер? Ну да. Это продюсер. Ну, относительно того, как вы работаете, мы на прошлой программе тоже, насколько я понимаю, у вас все складывается замечательно. То есть никаких трений, никаких проблем в отношениях не возникает. Бывают ли моменты, бывают ли моменты тогда такие вот, когда чего-то хочешь ты, но этого не хочет он, либо он тебе что-то предлагает, а ты не согласна. Ты безропотно все-таки следуешь его настойчивости, либо ты имеешь право все-таки сказать, нет, мне это нравится, мне это не нравится. Нет, у нас как бы обоюдное решение, мы как бы приходим к тому, чтобы решать вместе все это. Мы все решаем категорически, все вместе, как-то поддерживаем, приходим к тому, чтобы записывать, стоит эту песню записать, нет, мы советуемся друг с другом. У нас, так как в работе хорошо все идет, на счет этого у нас никаких таких проблем нет. Кстати, ну когда ты сказала, а мы, судя по твоему успеху, я уже представлял, там целая команда, это концертный директор, это продюсеры, это световики, это музыканты, это режиссеры. Ну дай Аллах, чтобы такого было, чтобы свои музыканты у меня были, чтобы уже такое вот, у меня большая мечта, честно, цель я поставила для себя в будущем, иншаллах, я на это надеюсь, что у меня свои будут музыканты, эти, вот такая команда, как у нас. Ну самое главное ведь в этой жизни не останавливаться на достигнутом, да? Это да. Первый сольный концерт был успешным, и одна за другой идут хитовые работы. Нету такого момента окрыления, там под лопатками ничего не чешется, крылышки не прорезываются. Вопрос был такой, да? Убила. Нету, и не дай Аллах такое, честное слово. Я даже не люблю, когда со стороны есть такие люди, я категорически не поддерживаю. И для меня такого образа, касаемо этих крыльев, непонятно бывает, почему. Человек может, он резко подняться, так же и резко опуститься, упасть. Поэтому, видимо, благодаря моей маме все это, я могу так сказать, да. Потому что у меня моя мама, она такая мудрая женщина, которая подсказывает во всем. Знаем, знаем. Мама, кстати, сегодня у нас в студии, дорогие друзья, поэтому она рассмотрит немного вправо. Насколько я понимаю, мама большей частью все-таки занимается и твоим имиджевым состоянием. Да, я всегда насчет этого с ней советую. Были моменты, даже не были моменты, а есть, когда она мне до сих пор говорит, «Доченька, если тебе это не нравится, ты не делай. Если тебе это нравится, ты сделай то, как ты хочешь». Главное, чтобы душа твоя лежала, правильно? Да, но я надеюсь, как бы, что моя мама тоже, мой папочка тоже довольна и мною. Ну, а я не подведу, надеюсь. Когда ты собиралась только в шоу-бизнес влиться, родители как, поддержали тебя сразу? Или сказали, доченька, будь все-таки тернист, а не будь ли тебе врачом или экономистом? Ой, как раз таки. Серьезно? Ну, честное слово, моя мама, она как бы, она всегда хотела, чтобы я в медицинский поступила. Но она так не хотела, видимо, мне больно сделать и как-то грубо это преподнести мне дочке. «Зачем тебе шоу-бизнес? Это все-таки как-никак, вы знаете, это грязно. Это грязь, это сплетни, разговоры, слухи. Многие не могут понять, почему, как, что». И так получилось, что отец тоже был против. Он говорил, может, не надо. Но, видимо, они мне доверяют, и поэтому я как бы иду по этому пути, можно сказать. Потому что мой отец тоже сказал, если с тобой мать не будет, то ты не будешь шоу-бизнесе. Если она или кто-то будет рядом с тобой, которым я буду доверять и знать, кто он такой, то, возможно, ты будешь продолжать это все. Но сейчас пока мама рядом. Придет, наверное, время, когда мама тебя передаст в руки уже человеку, который упадет с тобой по жизни, нет? Ну, возможно, такую тоже. Нету никаких вот новостей. Не-не, если новости будут, я сразу же к вам. Нет, новости, мы, конечно, ждем все с нетерпением. Хотелось бы услышать эту радостную новость. Ну, есть радостная новость. У нас есть телефонный звонок 914858. Кто к нам дозвонился? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу Аноре задать, ну, пожелание сказать ей творческих успехов в личности. Спасибо. Чтобы она достигла цели своей жизни на высоте Кривотопадов. И меня зовут Басират. С городом Ачкалыя. И вам ведущим прекрасно, Алисия Сахназарова и Адиму Давыдову. Спасибо большое. Мира добра и благополучия вам и вашим родным и близким. Спасибо вам, Басират, за телефонный звонок. Пожелаем вам удачи. Будьте здоровы. Какое счастье, да, что есть программа на лавочке, что есть люди, которые хотят свое добро вылить на нас с Азимом и на наших гостей, которые дозваниваются. Сколько добра сейчас прозвучало. Да, говорят, вот, хорошее пожелание, говорят приятные слова. На самом деле, возможность сказать друг другу слова какие-нибудь добрые или пожелания, надо ухватываться за каждую такую возможность. Поэтому, друзья, звоните 91-48-58. У нас в гостях Анора, ну и мы продолжаем беседу. Остановились на... Я возвращаюсь все равно, она так быстренько ответила. А, кстати, да, мы как-то отношения быстро от этой темы. Да-да-да, Анора, ну, я думаю, что каждая девушка, достигнув определенного возраста, все-таки уже имеет желание создать семью и выйти замуж. Твое желание еще не возникло, оно не созрело, или ты вот полностью решила отдаться творчеству пока и не впускаешь в свою жизнь пока вот человека, который в дальнейшем пойдет с тобой? Честное слово, я настолько, видимо, уже как бы не люблю говорить о личной, но так как... Нет, если ты не будешь, мы не будем. Нет, мне вообще многие... А, уже народ выдал тебя? А, все понятно. Я помню, 20 раз замуж отдали. Ага, развели. 20 раз, ты считаешь, да, все свои... Развели. И ты интернет-свят был. Ну, потому что всегда мне пишут, вот благодаря Инстаграму я все узнаю, все, вот мне настолько все пишут, что... Ну, вот видишь, не зря я сейчас надала этот вопрос, у тебя есть возможность рассеять все слухи и как бы... Дорогие друзья, я не замужем. Как буду собираться замужем уходить, обязательно все узнаете. Мы позовем ее на лавочку, да. Мы позовем ее на лавочку и вот здесь будем допытывать, кто он да что он. Пока, в общем, нет. Не, я понимаю, да, люди, как бы они пытаются меня уже замуж отдать. А как ты относишься? Потому что я уже поднадоела всем. Поднадоела. А как ты относишься вообще вот к тому, что читаешь в соцсетях? Честное слово, я раньше плакала. Серьезно? Я раньше плакала, но я сейчас успокоюсь, потому что я знаю, что это неправда. Разве описали что-то страшное, чтобы плакать? Ну, может быть, какая-то невероятная. Для меня это реально было что-то не такое. Я хотела вот доказать, зачем, почему. Это не так. Ну, не особо такого плохого писали, но как-то, может быть, для меня как-то это диковато что-либо. Ну, как-то где-то задевала тебя, да? Да, вот. В любом случае, конечно. Это же неправда. Вот я сижу, вот спасибо моей маме за то, что она терпела меня все это время и терпит. Потому что я всегда с ней садилась, я говорю, мам, ну это же неправда. Получается, ты все воспринимаешь близко к сердцу? Да. А разве не главное, чтобы твои родители, твои близкие люди знали, кто ты есть и что ты есть? Они этого понимают, но я это. Остальное все, остальное все не важно, пусть это тебя не беспокоит. Занимайся своим творчеством, живи своей жизнью, наслаждайся ею и не обращай внимания на то, что пишут люди. Но я уже как бы для себя научилась. Вот жизнь же закаляет, правда? Все-таки учит нас жизнь многому, да? Это тоже определенный опыт. Пусть он жесткий, пусть он болезненный, но это тоже опыт. Это в будущем, зато если ты столкнешься с проблемой такого рода. Кстати, что касается интернета, я был недавно удивлен тому, что все-таки в Инстаграме у тебя более 60 тысяч подписчиков. Да. Представляешь, это первая певица у нас в республике с таким огромным количеством подписчиков. Обычно у российских мегазвезд бывает столько же, но тут Анора все-таки дала жару, скажем так, в Инстаграме. Ты знаешь, мне кажется, что она стала ближе, когда стала петь на национальных языках. Ты не почувствовала, что чуть более теплее тебя народ воспринимает, чуть более ты ближе стала к нему? Я вообще, в первую очередь, благодарна им. И их энергетика, вот это вот пожелание, вот это доброе все. Иногда на самом деле, знаете, бывают такие моменты, до слез приходят. Да, до слез трогают меня это, на самом деле, я не ожидала, что настолько народ может быть добрым. Но все-таки есть, добро существует, вот эта любовь существует. Я это чувствую, я это вижу, то, что любовь, она на самом деле есть. Поэтому мне бы хотелось бы своим подписчикам всем-всем-всем огромный привет передать. 60 тысяч подписчиков сейчас смотрят программу на лавочке. С вам любовь бесконечного. Вот недавно вышла в свет песня на лезгинском языке. Да. Расскажи, как она родилась, почему именно на лезгинском? И планируешь ли ты записывать уже песни на других языках народа Дагестана? Конечно, на своем родном языке, на даргинском. Есть уже работы, да. Еще есть. Еще буду. Уже в проекте, да? Это знаете, как получилось? Вообще, очень многие просили меня, чтобы я исполнила его на лезгинском языке. Именно на лезгинском, да? И мне, с одной стороны, очень тоже как бы... Я люблю эксперименты. Да, мне понравилось, честно говоря. В музыке, в песнях. И бравизации. Это не так уж, вот я не любитель таких вот, чтобы у меня прически там огромные были, или там... Я не хочу никого задеть, честное слово, а есть у каждого свой вкус, у каждого свое направление. Поэтому для меня тоже самое интересное стало, как же я исполню, так как я в музыкальном ринге участвовала с Зариной Шамовой. Да, да, я смотрела. И вот я исполнила ее песню, и мне после этого все сказали, Анор, давай ты на лезгинском споешь, пожалуйста. По многочисленным просьбам так получилось, что я его исполнила. А песня кто поможет? Сейчас уже пошло на Варском за миру. За миру Пашаева огромное спасибо, потому что на самом деле эта песня очень многих затронула. Они прям благодарят меня. Про любовь, конечно. Про любовь. Песни про любовь на лезгинском языке. У меня все песни про любовь. Тематика, значит, больше преобладает, а любви, да? Да, так как я очень спокойный человек, и такой, можно сказать, душеромантичный человек, поэтому у меня, видимо, такие спокойные, душевные песни. Ну, это мы уже все заметили. Подожди, значит, придет когда-то время, когда ты будешь петь. Рок не буду петь. Точно, да. Ты можешь себе представить, Анору, волос распущен. Пиджакеты с гитарой. В порванных джинсах. Нет, что касается рока и вообще национальной культуры, у нас есть в ближайшее время послушать, увидеть Анору по телевизору на телеканале Прибой ТВ. Друзья, музыкальная пауза. Ой, с огромным удовольствием. Поехали. О самом главном, о женском и не только в программе «На лавочке». Спасибо. Вы шо, шоу ты? Ты не хочешь с тобою рядом, дарил още всем взглядам. Она была наградой для тебя, для тебя. Но встретил ты другую, забыл свою родную И приласкал чужую нелюбя Нелюбя, а сердцу боль невыносима И все усилия твои мимо Она уже тебя позабыла Она тебя безумно любила Поздно уже душа разбита Шепчет лишь имя твоё Хочет любовь и вновь от беда Были бы вместе вдвоём Поздно уже душа разбита Шепчет лишь имя твоё Хочет любовь и вновь от беда Были бы вместе вдвоём Знаю, что скучаешь очень Наскливо среди ночи Вернуть назад всё хочешь Как тогда, как тогда Но она тебе не верит Любовь уже не греет И все закрыто в виде Навсегда, навсегда А сердцу боль невыносима И все усилия твои мимо Она уже тебя позабыла Она тебя безумно любила Поздно уже душа разбита Шепчет лишь имя твоё Хочет любовь и вновь от беда Были бы вместе вдвоём Поздно уже душа разбита Шепчет лишь имя твоё Хочет любовь и вновь от беда Были бы вместе вдвоём Шепчет лишь имя твою Шепчет лишь имя твою Очень жаленький Хочет лишь имя твоего Шепчет лишь имя твои Версти и летом Его его главная Поздно уже, душа разбега Шепчет лишина твоё Плачет любовь, бедняк, а ты так Были бы вместе вдвоём Поздно уже, душа разбега Шепчет лишина твоё Плачет любовь, бедняк, а ты так Были бы вместе вдвоём О самом главном, о женском и не только В программе «На лавочке» Прекрасный наряд был в этой композиции С таким национальным колоритом В прошлый раз ты рассказывала, Анора, что Этот материал был привезён Это готовый костюмчик Это чисто национальный узбекский наряд И невестки там одевают, и обычные девушки Поэтому мне как-то интересно тоже стало Всё-таки периодически мода же меняется И фасоны меняются в Узбегистане Думаю, интересно Кстати, такие виды у меня В этом наряде я первый раз и увидел тебя на сцене И думаю, как-то вроде бы все артисты наши, пелицы Води ты, как правило, в вечернее платье А тут Анора появилась Ну и сейчас в национальных костюмах тоже Национальный необычный такой наряд Я просто узнаю вот этот материал У меня родители Да, у меня родители тоже когда-то жили в Узбекистане И я ещё с детства помню вот этот рисунок Просто он сейчас становится ещё более изящным Ещё более красивым Потому что, наверное, материал лучше становится Это шёлк, это... Есть, как это, даже я не знаю, как называется, не помню Но адрас — это абсолютно такой другой ткань На вид похож на атлас Да, атлас и адрас есть Когда вот эти вот чертёжи, это адрас Нет, это ткань сам так называется, адрас Да? Да Адрас лебасе Ну, вот так говорят у вас Адрас от Адидас, например Ты говоришь на узбекском языке? Конечно Да? Как свой родной язык? А вот как сейчас будет по-узбекски? Ну, поприветствуйте Добрый вечер Здравствуйте, дорогие друзья На кумыкский язык похож, да? Красивый очень Ну да, я как бы всегда... Мне говорят Анор, спой на кумыкском Я говорю, у меня песня уже на узбекском месте Потому что уже друг друга мы понимаем все Да-да-да Поэтому вот узбекский, он как бы... Он тюркский язык Да, тюркская группа А скажи, вот ты рискнешь спеть, например, на аварском языке? Что значит? Честное слово, я не боюсь Ну, потому что сложно Мне кажется, сложно Поэтому я спрашиваю Нет, аварский язык, он для меня нетрудный Потому что, когда я маленькая... Ну, не маленькая была Хотя можно и сказать, что я маленькая была И мы в Узбекистане жили Нам диски как бы привозили А я такая дома хожу, пою Понимаю, не понимаю Знаю, это... Как-то звучит, не звучит, воспринималось Ну да, любую песню я могу спеть Ты слышала там, в Узбекистане, аварские композиции? Мне интересно, кто же это был? Ну, по тем временам это кто-нибудь Я не помню ее как звать Либо группа Эдельвейс, либо кто там еще мог Кто-то из старых аварских исполнителей По-моему, да, я не помню Девушка какая-то Ну, ты как бы некрасиво с моей стороны будь, если я не помню ее имя даже Но в любом случае, вот, в памяти остались, да? А с таким восточным, да? С восточным таким уклоном мотивчик красивый Я люблю, да, я очень люблю вот эксперименты разные Может быть, их как бы не получилось Это была Динара Джамала Динова Вот, по-моему, она, Динарочка, ты супер, я хоть тебя не знаю Сейчас ее здесь нету Я помню эти хиты, на самом деле А, все У нас сегодня в эфире программа «Угадай мелодию», дорогие друзья Санур, вот, угадывай мелодию Кстати, я угадал эту минуту, эту песню с трех нот С трех нот я угадал эту композицию Значит, она хитом была, да? Да, в то время это был хит, конечно Ты же помнишь эту песню? Ну, я вот слова вот некоторые Алиса помню Если Алиса помнит, значит, это был хит А, Нор, что касается гостей, которые придут к тебе на сольный концерт Это самые именитые, самые любимые Был какой-то вот специальный замысел пригласить именно этих людей? Или ты просто с ними дружишь? Вообще я со всеми коллегами своими дружу Ну, я их очень сильно всех люблю, уважаю Всех прям? Всех, у меня такого нету, чтобы я этого отделила Ну, значит, неправда, что говорят, что... Это неправда, в моем случае это неправда Но соперничество у всех, по-моему А вообще? Все понятно Но у меня такого нету, правильно Честное слово, я никого не считаю конкуренцией Я себя знаю Ты мне конкуренция? Не, я не могу сказать Это я уже как бы сама себя там выше оцениваю Нет, может быть, там есть, но у каждого свое направление Да, каждый занимается своим делом У каждого свой поклонник Я имею в виду поклонники, да Да, слушатели свои Аудитория И поэтому как бы... Ну, так чем был основан выбор гостей? Мы ушли в другую степь Это будут друзья твои, коллеги по цеху Ну, друзья, коллеги по цеху То есть артисты Да, это как бы... И благодаря прибою они тоже как бы... Я даже знаю, кто будет ведущим на этом концерте Так, Марат... Марат Бегаев Марат Бегаев, да Многоуважаемый наш Марат Бегаев Наш коллега, наш друг Человек, который творит на сцене просто невозможное Да, мой брат, кстати Я его братом называю Потому что очень уважаю его, ценю Поэтому... Думаю, мои коллеги тоже будут Но пока не будем Как бы я уже рекламу запустила В инстаграме В инстаграме как раз были обсуждения о том, что... По-моему, я написал, что будет ведущий концерт Там Марат Бегаева и тут вау Там давно... Ну да, очень его любят Как бы он молодец Он... Нет, просто он не только ведет Он же плюс... Потому что... Он юморит на сцене Он как и юморист Он как и просто ведущий Там столько в нем, знаешь, заложено Видимо, видишь, да У него своя такая вот энергетика есть Которая... Его тоже любят за это За его искренность За его вот это вот... Чувство юмора Да, чувство юмора у него есть Потому что первый сольный концерт Он молодец Он хорошо провел все Я благодарна Ну, а дуэты... Есть дуэт с Олег Беровым? Ну, естественно, с Олег Беровым А, кстати, по поводу дуэта Ведь намечается дуэт с Димиром Огумом Да, у нас так получилось Мы с ним записали дуэт На каком языке? На русском На русском Да, она уже как бы ротируется в сетях А, в сетях, понятно Да, она укрутится В ротациях В ротациях в сетях Нет, в сетях тоже, что говорите В сетях и в глобальной сети интернет Вот В общем, где? Ватсапах, в инстаграмах Везде 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 И на всех радиостанциях И, кстати, что касается А как знакомство произошло с ним? Это твой продюсер подсуетился? Нет, так получилось Мы с ним познакомились на концерте Можно так сказать Пересеклись по работе, да? Да, пересеклись И он мне предложил Значит, это была его инициатива? Да, это он предложил мне А будете петь не о черных глазах? Вообще-то в планах было Черные глаза Интересно, перепеть вместе, да? Нет, я шучу Как бы я сказала, чтобы показал хорошую работу Ну, такую, которая по душе будет И так получилось Мы юмор с юмором И мы записали песню А как называется песня? Песня называется... Ой Нет, вы несколько раз, по-моему, меняли название У нас название менялось, на самом деле Да, я помню Я как раз об этом и читал в интернете И в итоге 24 апреля мы увидим этот прекрасный Надеюсь, да, так получилось, что мы пока под вопросом Я не знаю еще, как получится, что получится С выездом его А так, надеюсь, увидимся А сколько, получается, дуэта? Дуэта с Мангой и с Айдонером, да А есть желание вообще с кем-то еще записать? Я пока как бы не могу сказать, но в планах есть Но не на сольном концерте А вообще? В будущем вообще, да Есть такие планы, но посмотрим, как получится, что получится Так, значит, творчеством в основном занимается продюсер И ты, вы все обговариваете, все решаете совместно Имиджем занимается мама Естественно, да Так, ну а что касается, вот раньше у тебя были такие очень интересные прически Локоны Да, это все в прошлом уже? Нет, сейчас тоже есть как бы локоны Только Не, у меня есть такие Только они будут элегантно выглядывать из платка Да Все поняла Вот такой вот образ у меня сейчас Нет, очень красивый, скромный образ Он тебя делает еще более хрупкой Вот этот вот платочек И то, как ты это подаешь, еще более нежной И мне кажется, это все-таки такой выигрышный вариант Не, на самом деле, я как бы Мне, знаете, вдвойне бывает приятно, когда многие девушки Они пишут мне Подскажите, как завязать там Мне на самом деле это так приятно бывает Это не передать словами И какая-то гордость есть То, что девушки и молодые женщины как бы пишут Анорочка, пожалуйста, подскажите, как вы косыночку Да, я мучаюсь два часа, я мучаюсь перед зеркалом Не знаю, как мне что прицепить И, наверное, бывают такие моменты Возьму какую-то лоскутку Стыдно мне сказать Я признаюсь честно У вас, я признаюсь, впервые Лоскутку беру Могу просто привязать его с иголочками И все, у меня косыночка Все гениально просто, правильно же говорят Дело в том, что до программы на лавочке Так программа называлась Чистосердечное признание Вот А вообще, конечно, нам, знаешь, очень хочется Чтобы когда человек пришел к нам в гости Он не сидел вот здесь И не строил из себя кого-то или что-то Я такая, какая есть Я и дома, и с вами Как бы вот этого эффекта мы хотим дождаться от всех наших гостей Но как-то встречались Вот я знаю человека в жизни Она жизнерадостная, веселая, без комплексов А в эфире сидела Не буду уже называть имен Ну, какая-то забитая, зажатая, что ли Хочется, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома, во-первых А во-вторых, ну вот все как на духу Такая, какая есть Да, пришла народная артистка республики Макаева Она была здесь и ничего из себя не строила То есть она была такая, какая она есть Давайте воспринимать их, наших звезд Такими, какие они есть И давайте все-таки писать Если писать, то только хорошее Если говорить, то только приятное и доброе Они же приходят сюда как на духу Как бы оголяют свою душу в какой-то степени И Каримов у нас говорил очень душевные вещи И Ханакаев Вот именно свое видение в жизни Определенных моментов Да, свой взгляд на жизнь И когда человек вот так раскрывается Ну, мы так полагаем, что обстановка располагает Слушай, после твоих замечательных слов Программу действительно хочется переименовать Такие, какие мы есть Называется программа на лавочке А что, может переименуем? Такие, какие есть Нет, на самом деле, кстати, это нужно Да, кстати, если переименуете Возьмите меня тоже на работу А, то есть ты будешь с нами проводить программу? Такие, какие мы есть Барболазь называется? Нет, мы очень долго думаем с Алисой Кого бы позвать, кого бы пригласить в программу А вообще, ты видишь себя В роли ведущей Ну, не знаю, в любой другой профессии У меня образование тоже, кстати, музыкально-актерское Во мне тоже есть актерское Ну, ты знаешь, мне кажется, трудновато было бы артисту Без вот этого актерского образования Мне кажется, все равно И раскрепощает, и вот подача И вот позиционируешь ты уже себя по-другому Ну да, были моменты, конечно же, когда я с этих спар убегала Там получалось так Убегала, пропускала Тогда у нас с тобой много всего ничего Я ведь тоже убегал Я ведь тоже убегала с пар Бывало такое, что вообще не появлялся Получались такие моменты, что я 35-минутный в роликах снималась Ну, получалось так, но Ну, ты знаешь, те работы, которые ратируются Вот клипы, которых я вижу Ну, мне нравится, например, как ты там играешь Как ты... Эти такие моменты были в клипе Может быть, я вот мало что понимаю в актерском мастерстве Ну, по крайней мере, нам, простым обывателям На самом деле, мне даже мой учитель говорил Анор, если ты относишься к этому серьезно То у тебя все будет в жизни Ты должна просто изнутри почувствовать Да, у меня впервые, когда я снялась Вот в малосюжетном фильме На самом деле, у меня руки, ноги дрожали Я не знала, как я буду на камере Как я буду там сидеть Что у меня там получится Ну, вроде бы Да, у нас такой малосюжетный фильм был «Однажды ночи» называется Там про привидения, там про этих А где, в интернете можно найти его? В Узбегистане, да Ну, они в интернет, как бы его не запустили Можно так сказать Но я, когда поеду, иншалла, в Узбегистан Я обязательно, надеюсь, привезу с собой Это было сколько лет назад? Это же мы покажем на телеканале Семь-восемь лет назад А, достаточно давно Я вообще такая другая Это вам вообще, наверное, подросток, да? Да Ну, конечно же, намного изменилась я Там абсолютно другая Тут уже, можно сказать Скажи, вот, что самое Были ли такие, ну, на самом деле, очень сложные моменты Трудные моменты Когда хотелось вот сказать Ну, все, надоело, не могу больше, не хочу Случалось такое вот в твоем творческом росте? Честное слово, да Было, да? Я сама по себе такой человек Не люблю свое плохое настроение показывать на людей Я всегда внутри держу И зачем мое настроение? Это никому не интересно Вот я улыбаюсь Пусть лучше человек со стороны будет тоже смотреть на меня И улыбаться И радоваться А есть люди, которые раскрыть не могут на самом деле? А я вот, я не знаю, может быть, это плохо Может, это хорошо Но я не могу Я всегда улыбаюсь Мне иногда мама тоже говорит Почему ты постоянно улыбаешься? Не улыбайся, не смейся Ну, так получается Я сама по себе Не, ну, если изнутри Ты знаешь, говорят, что про тебя не так подумают люди Я говорю Я не могу, говорю Я зато, говорю, сама себя знаю Какая Да, на самом деле Ну, вот Иногда бывает там Она меня ругает Но это во благо Конечно же Поэтому настроение плохое тоже бывает Но я не показываю Ну, я так понимаю Что случись что-то в жизни Ты, конечно же, в первую очередь Можешь рассчитывать на свою семью Которую всегда поддерживаю Конечно Естественно, да Ну что ж Друзья Еще раз позволю себе напомнить О том, что 24 апреля В замечательный весенний вечерочек У вас есть возможность попасть Не знаю, есть ли еще Вы можете навести справки Попасть на грандиозный сольный концерт Вот этой замечательной девчонке Которая сегодня пришла Улыбается Открытая Веселая Жизнерадостная Добрая Талантливая Ну, эпитетов можно подобрать множество На самом деле Ну, когда человек симпатизирует Вот хочется много говорить о нем И ты не подумай, что мы стим Спасибо Это на самом деле чистая правда Да Как правило, я же говорю В программе на лавочке звучит всегда чистая правда Бывает такое чисто сердечное признание Как твое сегодня Вот Кстати, не только хорошая певица Но и замечательная актриса Понимаешь? И любящая Любящая дочь Вот ты постоянно говоришь Мама, папа, семья Это говорит о хорошем воспитании Спасибо Низкий поклон твоим родителям За то, что они тебя воспитали Вот такой, какая ты и есть Ну, для меня, например, да Олицетворение вот этой вот женской Женственности Дагестанской девушки И я хочу тебе сказать спасибо За то, что ты этот образ несешь в массы Посредством своей музыки Посредством своих выходов на сцену Девчонки, вот равняйтесь Я могу вам сказать точно, не ошибетесь Итак, 24 апреля Президент комплекс Все справки по телефону Мегафон 505-0101 И плюс адрес Саун Прибоя Иракского 72 Пока есть, друзья Билеты приобретайте Как можно быстрее Звоните Поезжайте В общем Я, например, с огромным удовольствием Два билета я уже себе приобрел Мог бы и мне взять Я успел А, кстати, по поводу тебя Поговорил, тебя пропустят К сожалению, билетов не осталось Я подойду и скажу Мог бы пропустят А Нори, позвоните На этом всем спасибо Будьте здоровы Подожди, дай слово человеку Пусть она обратится к народу Я по поводу билета стал нервничать Понимаешь? Все-таки третий билет Как я могу Хочу сказать вам огромное спасибо Я вас очень даже люблю, уважаю Вы самые искренние Спасибо моим слушателям Я их очень сильно люблю Всех вам благ Счастья, здоровья Любите друг друга и будьте любимы И как бы Всех-всех-всех Жду 24-го Мы там будем все Признаваться в любви Да Браво Будем признаваться в любви 24-го апреля Да И всегда признавайтесь в любви Итак, друзья Программа подходит к своему логическому завершению Еще раз огромнейшее спасибо А Нори, спасибо вам За то, что этот прекрасный весенний вечер Провели в нашей компании Все это время с вами были Ведущий Азим Давыдов И потрясающий Алиса Шахназарова Спасибо До новых встреч, друзья Пока-пока Будьте с нами Пока О самом главном О женском И не только В программе На лавочке Лавочке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok